Всем привет! Первый эфир в этом году. Всех с праздниками наступившими. А сразу спрошу, дайте, пожалуйста, обратную связь по звуку и не сильно ли далеко изображение. Я могу поближе сделать. Лучше поближе, тогда сейчас немножко потрясу. Могу вот так сделать. Но ближе уже нет, потому что и формат не влезет, и мне будет неудобно. У меня скетчбук от Кати Топилиной, от моей подруги. Вот такой. Немножко могу вам полистать, пока вы собираетесь. Собственно, для прямых эфиров я чаще всего и рисую. Вот это было в эфире, у меня висит на ютубе этот эфир. Вот это тоже. Это мне, мои подписчицы, сынок, когда мы встречались в Москве, он мне нарисовал такую картинку. Это я в Москве делала набросок, это в Сочи делала набросок, это на мастер-классе Алекса Хилл Курца. В общем, спонтанно вам тут решила полистать немножко. Это с Нёрдфеста, зарисовочки всякие различные. Это буквально было 5 минут на водопадах, потом нас стали выгонять оттуда и не успела дорисовать. А эта работа, недавно проходил конкурс в конце года по розыгрышу кистей от Бетти Хэй Уэйс. И вот рисовали. Этот эфир тоже, а нет, этот эфир, по-моему, не сохранился. Не помню точно, честно говоря. Возможно, его нет. Но с крестьем пальца будем надеяться, что сегодня все сохранится. Инстаграм капризный, но думаю, что все будет хорошо. Итак, сегодня я вышла к вам порисовать цветки лотоса. Я вчера искала референсы для того, чтобы провести, записать, сделать мастер-класс, как я делала в пионовом саду, мастер-класс недавний с цветами и птицей. Я решила записать новый мастер-класс на обучение, но посвященный именно цветам. И у меня была идея вообще цветки лотоса пописать. Но мне неинтересно в мастер-классах давать задачу просто что-то нарисовать. То есть хочется либо какую-то сложную задачу в рамках мастер-класса, либо вообще какую-то более узконаправленную технику использовать или тематику, которую, например, как в пионовом саду, это тема, которую я, в принципе, в своих иллюстрациях использую. И, собственно, мастер-класс о той технике, которую я рисую. Так вот, искала-искала. И по поводу мастер-класса я остановилась на задаче рисования сложных теней контрастных, которые падают на лепестки цветов. Как это построить, как это прописать, прорисовать. Собственно, этому будет посвящен мастер-класс ближайший, который я буду записывать уже на следующей неделе. А пока искала, нашла вот такой референс. Мне он понравился. Это цветки лотоса с характерными листьями. Один лист загнулся. В общем, красивая такая композиция, интересная. Мне захотелось ее создать. Пока что, по-моему, еще висит в сторис этот референс. Он есть по ссылке на Pinterest. Там доска называется для прямых эфиров. И там, собственно, есть этот референс. Он уже прикреплен. Ссылку на Pinterest вы можете найти в сохраненных актуальных сторисах. Называется YouTube тут. И там полистайте эти сторис. Там в одном из них, даже в нескольких, есть ссылка на Pinterest, на референс. Поэтому можете спокойно туда пройти и сохранить этот референс себе. Итак, что сегодня будет? Сегодня, наверное, будет такой немножечко набросочный вариант. Зарисовка. Ничего сложного, потому что только-только после праздников, после моего длительного перерыва в рисовании я возвращаюсь, собственно, к такому более продуманному, серьезному действию, работе. Поэтому сегодня просто будем немножечко развлекаться. Вот единственное, я приблизила держалку свою, но она будет вот так вот пошатывать. Поэтому извините. Собственно, что я делаю сейчас? Сейчас я намечаю основные формы, основные фигуры, которые у меня будут в рисунке. Решила сделать в развороте, в большом, потому что, ну, то есть не на половинке, а на целый разворот, потому что такая композиция достаточно вытянутая. Прямо бросится. Собственно, само строение тут очень простое, у цветка, ничего сложного. Как раз для того, чтобы нам вернуться в строй потихоньше, сейчас у меня даже линии кривые какие-то. Сейчас мне еще темновато, сейчас попробую включить свет, надеюсь, сильно не поменяется. Из-за этого картинка. Ну, такое. Ладно, пока так. Если что, потом уберу. Может мешать немножко при акварели. Вот смотрите, кто будет рисовать со мной. Тут важный момент есть. У нас, по сути, три предмета, которые между собой взаимодействуют. Это вот лист завернутый, цветок раскрытый и бутончик. И они, получается, цветок, он такой самый акцентированный на себя, внимание больше всего берет, потому что он цветной. Сейчас по референс покажу. Он цветной, насыщенный. Ну и понятно, да, что он больше всего внимания к себе привлекает. Бутончик самый маленький по объему своему. Вот этот цветок, лист, он самый крупный, но он более нейтральный, потому что он ближе вот к фону, к заднему листу по цветовой гамме. И он не выделяется, а наоборот, да, его приглушается за счет основного всего фона вокруг. Так вот, в композиции, когда вы будете все это располагать, постарайтесь сделать таким образом, чтобы у вас не было все там на каком-то определенном одинаковом расстоянии. То есть, чтобы этот цветок, понятно, он самый высокий, он дальше всех. Не делайте бутон на одной линии с листом. Сделайте что-то чуть выше, что-то чуть ниже. В данном случае я бутончик чуть ниже опускаю. Можете увидеть, да, что у меня лист вот здесь, а бутон вот тут намного ниже, прям практически на середину листа выходит. Почему так? Потому что создается определенная динамика, и это, ну, приятнее глазу. Какие-то линии характерные, которые я вижу в движении в стеблях, мне хочется их усилить еще больше, поэтому я там движение поактивнее делаю, задаю. Да, пожалуй, я сейчас карандаши нарисую, и акварель, когда приступлю, свет выключу искусственный, потому что и вам тени дает падающие, не очень приятные. Красивые, конечно, по оттенку, но совсем не нужные. С лотосом вообще тут все очень просто. По строению у него получаются вот такие капельки, которые по кругу насажены в несколько слоев, причем слоев немного, там буквально их, наверное, 4-5, может. Внешние лепестки, они потемнее, это вот те, которые здесь как раз-таки закрывают нам бутончик. Они остаются снаружи, это самые-самые внешние лепесточки, они самые темные, и они у нас самые маленькие. Дальше у нас уже выходят более крупные лепестки. Смотрите, просто вот такие капельки вырисовываем. Я, кстати, частично еще почему от лотоса отказалась для мастер-класса, потому что очень простое по строению, все-таки, ну, такое простое мне как-то легко делиться. Или не знаю, как сказать. Ну, в общем, мне кажется, для обучения на мастер-классе нужно что-то посложнее давать. Там, где нужно прям поработать и головой. На курсах, на мастер-классах, там, где нужно прям учиться-учиться. А вот такие все штуки очень легко можно и в эфирах разбирать. Поэтому, кто вчера не смотрел сториз, не видел мастер-класс, вот этот ближайший, который я буду записывать, в нем мы будем рисовать глицинию. На первый взгляд сложный цветок, и мне тоже он казался очень сложным, пока я вживую не увидела его и не поизучала просто его строение, его формы. В любом цветке достаточно понять строение этого цветка, чтобы легко и просто его рисовать. Вот действительно, нужно только лишь разобраться в системе расположения лепестков и в их форме. Все. То есть, когда вы поняли, какую форму себе представляют лепестки и как они крепятся к сердцевине, как они там соединяются, располагаются, после этого у вас появляется точное понимание того, как этот цветок вообще рисовать, строить. И, собственно, глициния не исключение в этом случае. То есть, она кажется сложной, но, по сути, не очень сложный этот цветок. Нужно лишь понять, как его рисовать. И все это достаточно просто решается. Ну, а тени падающие, то, на что будет нацелена основная задача мастер-класса, это тоже достаточно просто, когда есть понимание. То есть, все нужно лишь себе объяснить. Этим мы и займемся. Вот цветок, получается, закрученный внутрь. То есть, мы видим его наружную сторону. И как он тут, за счет еще прожилок своих, достаточно активных, образует форму. Если есть вопросы, спрашивайте. Не только по вот этому рисованию, но и вообще. Сегодня я даже поотвечаю на вопросы про бумагу. Просто это самый частый вопрос про бумагу. И у меня уже просто везде, мне кажется, где только возможно, есть сохраненные материалы о том, какую бумагу я использую, как бумагу выбрать. И все равно вопросы приходят. Поэтому у меня это... Когда-то, когда плохое настроение, раздражает. Когда хорошее настроение, забавляет. Ну, в общем, по-разному. Вот сегодня я готова на эти вопросы поотвечать. Да, мастер-класс по глицинии будет акварельным. По графике, ну, чтобы чисто графика была, у меня не будет никаких мастер-классов. У меня будет только курс в этом году. Вот тот курс, который был в прошлом году. Он будет повторяться, будут новые потоки. Никаких изменений там не будет, не планируется. Потому что я очень довольна тем, как этот курс был записан. Какие задания там проходили, как его выполняли участники первых двух потоков. Поэтому я не вижу там смысла что-то менять. Мне очень он нравится. Но по графике это единственный возможный доступный вариант. То есть никаких отдельных мастер-классов или еще чего-то не будет. По акварели будут разнообразные мастер-классы. Еще по стоимости в районе трех тысяч будет стоить мастер-класс. И мастер-классы я, ну, пока что, по крайней мере, стараюсь всегда делать с проверкой работы. Да, картинку. Вот она. Может быть, у меня в сторис она еще висит. Но я, честно говоря, не помню, когда я ее выкладывала вчера. Может быть, уже пропала. Первый раз сразу взяла рисовать, ни художника не рисую обычно. Это очень круто. Мне очень радостно, когда люди берутся за рисование. Даже если не рисуют и не планируют этим заниматься как-то в более профессиональном ключе. Потому что творчество в нашей жизни, особенно сейчас, просто жизненно необходимо каждому человеку. И рисование – это один из способов творить. Не единственный, но один из самых интересных и самых сейчас востребованных. Поэтому это здорово. Не лишайте себя такого удовольствия. Так, ну что, в принципе, вот и все. Вот и все мое строение. Вот и все, что я нарисовала. Вот этот лист на заднем плане я хочу сделать по-сырому. Очень легко. Просто намеком показать, что он там есть. Ну, а основная работа будет вот с этими тремя друзьями. Выключаю свет. Так, все-таки более плавное освещение. Так, так, так. Ну, начну я, наверное, с этого основного листа на заднем плане. Потому что он у нас фоном выступает. И как раз, чтобы он потом его там не прорисовывать среди уже прорисованных стеблей, будет проще его сейчас решить. Обойду бутончик. Сейчас чувствую себя сделать. Я смачиваю обычным спреем, обычной водой краски. Чтобы не тратить время на потом смачивание кистью. Так, что у нас тут. Ну, и теперь, в принципе, смотрю на референс. Смотрю какие там основные цвета, оттенки. У нас получается вот этот задний лист. Он такой достаточно светлый на свету. Достаточно прозрачный. Поэтому я его и начну тоже более светло. Потом, возможно, я где-то его подправлю, подкорректирую. Подрисую детальки. Чтобы он был более... Ну, прорисованным, более натуральным. Но пока что для меня это просто должно быть пятно на заднем плане. О, у меня, кстати, есть в планах порисовать такие морские темы. Темы... Сейчас как это сформулировать? Пруд, пруды. И очень хочется кувшинки порисовать как раз таки. Но в своей технике, в которой я рисую обычно. С линерами. С такой детальной прорисовкой. Вообще, я думаю, что в этом году будет некоторое изменение в моем творчестве. Потому что мне очень в какой-то момент вспомнилось, как сильно в детстве я любила животных. И как мне хотелось вообще с животными как-то взаимодействовать. Как-то их касаться. Хоть как-нибудь. И у меня сейчас вообще в планах есть, в мыслях. Сделать какой-то... Не знаю пока, как... Не проект, а что-то... В общем, какое-то действие направить на... На помощь животным. На изучение человеком животных. То есть, возможно, это там какой-то, не знаю, для детей. Типа атласов или что-то такое. В общем, какое-то что-то вот хочется мне такое сделать. Потому что... Знаете, как это произошло? Я своей крестнице на Новый год искала подарки и нашла. Увидела в магазине в детском. Фигурки животных такие реалистичные. Знаете, как продавицы. Я вспомнила, что в детстве в моем... Я когда смотрела на эти фигурки, они тогда были гораздо дороже. И для меня это была какая-то несбыточная мечта. Я очень их себе хотела. Но мы не могли... Ну, мама не могла бы позволить мне их купить. Вот. И я прям мечтала. Думала, ой, это же такие животные. У меня столько энциклопедий было с животными. Мне так это нравилось. Я так хотела как-то вот к ним прикасаться, к этим животным. Как-то вот найти способ быть к ним ближе. Особенно дикие, конечно. Я не говорю о домашних, да. С домашними и так все хорошо. Ну, с моими, я имею в виду. У меня они есть. А именно вот дикие животные. И когда я покупала эти подарки, я прям вспомнила эту ситуацию. И думаю, блин, вот все, теперь же я уже стала взрослой. И вот тогда в детстве я думала, вот стану взрослой. И как-то буду это, в общем, исполню эту свою мечту. И вот вспомнила я эту мечту и решила, что нужно, нужно это сделать. Поэтому не знаю, как буду это делать. Главное, знаете, посыл отправить, начать что-то делать. Я думаю, все закрутится как надо. Если у вас есть какие-то идеи или что-то, делитесь. Может быть, мы вместе что-то придумаем интересное. Как сделать темное небо, звездное и северное сияние? Это вопрос, наверное, относительно моей последней работы, которую я выкладывала. Или нет? Ну, вообще, я не скажу, что я прям много рисовала звездного неба. Темное сделать просто, используйте темные цвета. Только не один цвет, ну, типа, там, только синий, например. Или только, ну, черный вообще лучше не использовать, оттенки какие-то. Сочетание. Не бойтесь добавлять туда сиреневатых цветов. Не бойтесь добавлять туда красноватых оттенков. Прям вмешивайте в эти синие. Голубые, теплый голубой, холодный голубой. То есть, прям миксуйте. По-сырому, все по-сырому должно быть. И, ну, вот я как делала последний раз. Я вообще думала, что это очевидно, по сториз было. Но, видимо, нет, потому что тоже многие спрашивали. Я положила более светлую заливку на небо. Потом маскирующей жидкостью специальной побрызгала там, где мне надо. Нарисовала звездочки. И потом поверх сделала более темную заливку, еще темнее. И потом просто сняла этот слой маскирующей жидкости. И так остались звезды. Вот можно с этим экспериментировать, пробовать. Можно сверху просто гуашь развести, белую. Там немножко примешать к ней, какой-нибудь желтоватого, розоватого оттенка. И побрызгать. И тогда будет ощущение тех же звезд, только более плотной краской. Может нырнуть в пруд? Ну, может быть. Может быть. У меня просто в том году был запрос на создание какой-нибудь иллюстрации. Вот как у меня с мышатами была, с цветами. Сделать что-то подобное, но на морскую тему с морскими обитателями. И так у меня руки не дошли, но идея понравилась. Поэтому я думаю, что в этом году что-то такое придумается. Какое-то. Либо, да, пруды или что-то в этом плане. Причем пруды мне как-то больше именно импонируют, чем морская тема. Хотя в морской теме мне нравятся животные. В морской теме. Меня очень привлекают киты, косатки и все такие прочие зверюшки. Ну вот, собственно, все. Перехожу уже к нашим основным темам. Ой, цвета зеленого. У меня тут, мне кажется, сборная солянка сейчас получилась. Просто по интуиции брала. У меня тут гематит, по-моему, он называется. Это Дэниел Смит. Окись хрома я взяла и фталогрин. И добавляла к ним еще кадми желтый иногда. Ну вот тут. А, еще вот этот голубоватый, это у меня был, по-моему, бирюзовая она называется. Точно не помню название этой краски. Знаю, что я ее купила, когда увидела барменовой. Туркос грин, по-моему, она называется. Ну, это типа бирюзовая, по-моему, это она. А я просто ее практически не пользуюсь. И я даже особо не помню, что это за краска. Так. Туркос грин, по-моему, это за краски. немножко неудобно в эфирах у меня получается далековато от меня лист и сложно контролировать и свои движения и акварель я уже думал как то может не знаю придумать каску которая на голову одевается с камерой и как-то так снимать как от первого лица потому что что-то мне каждый раз то для меня такое испытание ой привет . в общем тут светом тени играемся и заодно прорисовываем детальки то есть выстраиваем вот это форму листа как он интересно показывает нам прожилки свои мощные такие активные можно конечно более сосредоточенно более серьезно прям подойти к этой прорисовки всей и сделать более точную передачу всех этих деталей но у нас задача здесь не стоит такая хочется просто немножко порисовать поиграться ну и как-то вам показать такой уровень возможностей который ну который не за не спугнет знаете который вы тоже сможете сами спокойно взять и сделать кто может более уже продумано более прорисовано детально подходить к исполнению тот сможет и так самостоятельно это сделать а те у кого навыка пока недостаточно вот для вас как раз вот эта задача более исполнимая чтобы вы не пугались наши сыра так ну что переходим к лотосу к основному нашим сначала я начну с вот этих маленьких лепестков которые закрывали нам вот он покажу на картинке вот они вот раз два там чуть-чуть видно вот этот даже немножечко из той же серии до подходит это вот как раз вот эти внешние лепестки которые более плотные они закрывали все все остальные лепестки прятали их и нам нужно сделать более насыщенный темноватый розовый оттенок возможно даже в эфире будет казаться что это какой-то черный но здесь черного цвета нет совсем не вообще принципе в палитре черного цвета нет черный если мне нужно вот именно серый благородный черный оттенок я его замешиваю отдельно вообще-то гранулирующий у меня ван гог розовый видите какие там пошли перетекания из в розоватый гранулирующий с такими черными вкраплениями в зеленоватый и вот они красиво между собой стали взаимодействовать и это смотрится уже интересно здесь можно немножко охристых оттеночков добавить потихоньку 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 начинаем вводить начиная с самых темных тоже лепестков которые остальные потихоньку ввожу остальные оттенки более светлые для розового я в основном буду брать вспомню что это у меня за розовый а это хинокридон хинокридон розовый рисую чем есть карандашами но это круто карандашами тоже классно получается я надеюсь что у вас есть розовый оттенок это прям мне кажется самая главная фишка этой картинки вот этот насыщенно красивый розовый цвет если у вас есть розовый карандаш то это вообще все работа готова у меня будет основной хинокридон а на концах я добавлю карминовую она более красновато когда ее много насыщенно проберешь нет даже нет хинокридон основной и добавлю на концы такой насыщенный это у меня мариновый розовый очень так он с красноватым оттенком очень красивый то что надо и 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 ну и несколько литра тоже пару тюбиков рады как ребенок вот я про это и говорю что творчество нам необходимо сейчас всем нас такое время очень насыщенная и творчество помогает нам выйти из всей этой суеты все это нервятины потому что очень большая нагрузка на нервную систему очень много информации просто мир такой сейчас и вот это творчество любое какое бы вы не взяли если она вызывает вас детский восторг то это то что вам нужно прям необходимо в данный момент и обязательно этим пользуйтесь не ленитесь уделять этому время потому что это очень важно это важно для вашего личного кто-то благополучие счастье а напишите пожалуйста зависает ли у кого-то еще или все хорошо немножко бардаком нету лепестков получился нет не зависает значит это только у вас проверять интернет сейчас я просто под заливаю основные формы все а потом немножко прорисую так ведь немножко пожухло тоже можно добавить немножечко там будет акцентов работа быстро идет потому что простые формы и ограниченное количество цветов то есть много цветов брать не нужно немножко взяли несколько буквально там два-три оттенка зеленого 23 оттенка красных розовых какой-нибудь охрист или желтые чтобы теплые добавить этого будет достаточно для того чтобы написать вот эту работу не бойтесь так же вот в зеленые оттенки добавлять какие-то красно-коричневые они но только там где-то нужно да не везде подряд они очень классно оттеняют нам зеленый оттенок добавляют очень красивых ноток таких живописных и пусть работа будет немного схематично начали над если вы если вы в курсе что такое обрубовка знаете как обрубовкой например выстраивать изображение то можно попробовать более схематично как раз таки сделать и нанесение красок да то есть разбить на участке в этом нет ничего страшного если вы учитесь то вы изучаете форму эфир останется я надеюсь если сохранится если он сохранится то я выложу его на youtube скорее всего завтра так что перехожу к бутончику и потом немножко акцентов на основной цветок и в принципе на этом и все особо тут не нужно ничего вымучивать выдумывать я уже сказала достаточно простая форма не требует излишней какой-то детализации сложности в прорисовке я училась у меня очень длинная школа рисования я училась самого детства у меня и кружки потом детская художественная школа потом гимназия среднего образования с уклоном художественно потом педагогический институт художественный то есть у меня полный набор у меня академическое образование сейчас мне кажется тоже даже редкость это большинство людей которые достаточно популярны сейчас и кто преподает это самолучки чаще всего либо те кто окончили там только художественную школу мало тех кто полноценно там проучился все академическую прошел где они сейчас действительно мало так ну прям чешутся руки мне добавить карандаш сюда сейчас так сделаем мне не хватает серых таких нейтральных штрихов хочется думать так 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 Продолжение следует... 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 можно знаете просто два пути по сути первым путем пойти это более детально вдумчиво прорабатывать все эти вот прожил очки которые там на лепестках можно разглядеть у кувшинки лотоса и акварелью это все очень детально прорисовать как ботаники обычно да там вырисовывается все моменты очень тщательно это вот первый вариант а второй вариант это карандашом или линером прорисовать детали но это вариант больше такой скетч его получается так как у нас здесь скетч как раз таки сейчас то очень даже уместно на мой взгляд карандашом вот так вот поиграться немножечко усилить контраст немножко где-то больше детальки прорисовать более тщательно осталось пять минут если есть вопросы пишите сейчас я успела ответить ну естественно я где-то буду еще усиливать карандаш добавлять его потому что в одном месте если он лег то хочется урон увесить еще его добавить куда-нибудь скетчбук откатит от топили на и у меня на в последней публикации она прям отмечена там тоже и скетчбук именно здесь бумагах они мили сезон это катя мне делала специально с моей любимой бумагой размер чуть больше опятого размер стандартный тоже катя мне делала под висту артисту если вы знаете виста артиста такие толстые блокноты для графики они продаются во многих художественных магазинах леонардо вот под тот размер как у меня делала вот этот скетчбук я точно не помню какой размер кисти чаще использую и то и то нет у меня какого-то предпочтения большего синтетики одни задачи у натуральной кисти другие задачи но вот сейчас у меня под рукой который здесь использовал в работе это колонок это белка а вот эта синтетика посерединке поэтому в принципе но натуральный у меня только вот эти две кисти остальное все у меня синтетика но вот эти две кисти у меня всегда в работе синтетика не всегда поэтому не знаю даже как как посчитать что я чаще использую это это использую примерно одинаково для мелких какие-то детали прорисовки у меня натуральной кисти нет у меня все синтетика именно для каких-то маленьких совсем такой мелкой моторики так я думаю что можно заканчивать с нашим рисунком замечательно тем более осталось мало времени можно сразу рисовать сильно карандашом конечно пробуйте и так и так как вам больше понравится так и использовать причем это даже разные эффекты в итоге дает и пробуйте там где-нибудь в одном месте там в одном рисунке вам понравится больше так в другом рисунке вам понравится но вы посчитайте что по-другому будет лучше то есть это все варианты которые вам даны для вашего пользования и только вы выбираете как будет лучше карандашом прошлись это ваша фирменная или у кого-то тоже такой прием видели я не знаю наверняка кто-то тоже так делает я думаю что многие так делают фирменное мое это или нет тоже не могу сказать просто однажды в скетчах я стала использовать и линеры гелевые ручки и карандаши вместе с акварелью и если у вас прям барьер но вы хотите научиться так рисовать и вот самостоятельно не получается приходите на акварельный скетчинг ко мне там мы это все как раз и делаем учимся это делать через рисование цветов если вы сомневаетесь вообще нравится вам это или нет и поэтому у вас барьер то возможно вам просто это не нравится и вы не хотите так делать поэтому зачем себя заставлять это необязательная работа не обязательно практика то есть это только на любителя как я к этому пришла я просто в какой-то момент поняла что вообще нет никаких рамок и границ в творчестве и мы вправе сами делать все так как мы хотим только наши внутренние ощущения удовлетворенности и внутренняя шкала красоты да здесь как бы играет то есть я это сделала и я смотрю нравится мне это или не нравится хорошо получилось или там только хуже получилось но и я просто уже сейчас в скетчах очень часто стала использовать постоянно практический карандаш и наверное сейчас это уже мое фирменное но также кто-то другой тоже спокойно делает все друзья я с вами прощаюсь потому что прям вот осталось 30 секунд спасибо вам большое за вопросы за участие в эфире к тем кто рисовал моя большая благодарность продолжайте рисовать сейчас выложу пост с этой картинкой со всей информации и очень надеюсь что завтра на ю тубе этот эфир появится все всех обнимаю до встречи кстати во вторник у меня будет эфир в рамках марафона который сейчас идет все пока пока пока